Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород и сегодня хотелось бы также рассказать вам о результатах всходов земляники с Эпин Экстра и без Эпин Экстра. То есть с предварительным замачиванием в стимуляторе роста и без такового. Сперва покажу ту землянику, которая была посажена семенами без стратификации и без Эпина. То есть она была посажена неделю раньше. Тут было несколько семечек иришки посажены и несколько семечек вкус детства. То есть видно, что всходы они есть, взошли они в принципе неплохо. То есть все семечки практически, которые были посажены, они все проросли. Но проросли они на неделю, получается, позже. Потому как вот на неделю позже этих были посажены, иришка была посажена. И получается они проросли примерно в одно и то же время. То есть стимуляторы роста, они как бы и стратификация, они соответственно нам убыстряют всходы. То есть семена прорастают значительно быстрее, практически где-то на 5-7 дней раньше. Но в принципе, если семена у вас достаточно качественные, то есть они свежие, то даже без стимуляторов роста, без даже стратификации, семена тоже всходят. Но они всходят вот попозже. То есть главное все-таки это, конечно же, то, что у нас должны быть свежие семена. И тогда они точно у нас взойдут. Но в принципе, вот именно с Эпин Экстра и с стратификацией хотя бы 1, или лучше все-таки доводить до 2-3 дней в холодильнике стратификацию, то семена гораздо дружнее и быстрее будут у нас всходить. Также хотелось бы сказать, что даже если у вас нет Эпина Экстра, то можно использовать перекись водорода, обычную 3-процентную перекись, и в ней замачивать семена где-то на 20-30 минут именно до посадки. А затем уже как бы немножечко их подсушить, ну чтобы удобно было просто садить, либо же сразу раскладывать на землю и сверху присыпать снегом. И также проводить стратификацию где-то 1-3 дня. Ну для свежих семян как бы может достаточно быть и одного дня, а те семена, которые, конечно, у вас будут со сроком годности, то есть постарше семена, то их все-таки лучше доводить в стратификацию где-то до 3 дней. Тогда именно всходы все-таки будут гораздо лучше. Также хотелось бы заметить, что клубника у нас продолжает находиться под пленкой. То есть изначально мы сделали небольшие отверстия шпажкой, а теперь уже мы можем делать такие немножко побольше отверстия, чтобы постепенно вот именно приучать наши растишки к воздуху, который у нас находится в помещении. Он у нас более сухой, а под пленкой, соответственно, у нас он более влажный. Либо же можно отгибать небольшой вот именно краешек пленки и тем самым тоже вы будете приучать клубнику вот именно к воздуху, который у нас находится в помещении. Также можно присыпать клубнику вермикулитом сверху, тем самым именно вермикулит он в себя берет вот эту лишнюю влагу, которая у нас находится на поверхности. И тем самым, соответственно, у нас не будет никаких грибных болезней, никакой плесени, все будет у нас хорошо. Остальная клубника также постепенно начинает всходить. Единственное, не всходит пока вот волшебство, пока ни одна не взошла. А вот мелкоплодка тоже, она не очень хорошо почему-то в этом году всходит. И пока она достаточно такая совсем маленькая, ее пока я показывать не буду. Ну и в принципе алогонек тоже постепенно у нас всходит. Вот из всех этих. То есть иришка достаточно хорошо всходит, алогонек, медовый вкус. Ну и в принципе вот лесная сказка Белоснежка так немного плоховато всходит тоже. И пока они совсем еще маленькие. Ну а так в принципе все. Кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!